Всем привет! Тема этого занятия – потоки в Node.js. Мы постараемся разобраться в этой теме хорошо и подробно, поскольку, с одной стороны, так получается, что потоки в обычной браузерной JavaScript-разработке отсутствуют, а с другой стороны, уверенное владение потоками необходимо для грамотной серверной разработки, поскольку поток является универсальным способом работы с источниками данных, которые используются повсеместно. Можно выделить два основных типа потоков. Первый поток – stream.readable. StreamReadable – это встроенный класс, который реализуют потоки для чтения. Как правило, сам он не используется, а используются его наследники. В частности, для чтения из файла есть fs.readstream. Для чтения запроса – посетителя. При его обработке есть специальный объект, который мы раньше видели под именем rec. Первый аргумент обработчика запроса. StreamWriteable – это универсальный способ записи. И здесь тоже сам StreamWriteable обычно не используется, но используются его наследники – writeStream и res. Есть и некоторые другие типы потоков, но наиболее востребованы вот эти вот два и производные от них. Самый лучший способ разобраться с потоками – это посмотреть, как они работают на практике. Поэтому сейчас мы начнем с того, что используем fs.readstream для чтения файла. Итак, я подключаю модуль fs и создаю поток. Поток – это джиоскриптовый объект, который получает информацию о ресурсе, в данном случае путь к файлу, и который умеет с этим ресурсом работать. fs.readstream реализует стандартный интерфейс чтения, который описан в классе StreamReadable. Посмотрим его на схеме справа сверху. Когда создается объект потока, то он подключается к источнику данных, в нашем случае это файл, и пытается начать из него читать. Когда он что-то прочитал, то он имитирует событие Readable. Это событие обозначает, что данные просчитаны и находятся во внутреннем буфере потока, который мы можем получить, используя вызов read. Затем мы можем что-то делать с данными, и подождать следующего Readable. И так дальше. Когда источник данных истек, бывают, конечно, источники, которые не истекают, например, датчики случайных чисел, но размер файла-то ограничен, поэтому в конце будет событие end, которое означает, что данных больше не будет. Также на любом этапе работы с потоком я могу вызвать метод destroy потока. Этот метод означает, что мы больше не нуждаемся в потоке, и можно его закрыть, и закрыть соответствующие источники данных, полностью все очистить. А теперь вернемся к исходному коду. Итак, здесь мы создаем ReadStream, и он тут же хочет открыть файл. Но тут же в данном случае вовсе не означает на этой же строке, потому что, как мы помним, все операции, связанные с вводом-выводом, реализуются через LibUV. А LibUV устроено так, что все синхронные обработчики ввода-вывода сработают на следующей итерации событийного цикла, то есть заведомо после того, как весь текущий JavaScript закончит работу. Это означает, что я могу без проблем навесить все обработчики, и я твердо знаю, что они будут установлены до того, как будет считан первый фрагмент данных. Запускаю этот код, и смотрим, что вывелось в консоли. Первое сработало событие Readable, и оно вывело данные. Сейчас это обычный буфер, но я могу преобразовать его к строке, используя кодировку UTF-8 обычным вызовом ToString. Еще один вариант, указать кодировку непосредственно при открытии потока. Тогда преобразование будет автоматическим, и ToString нам не нужен. Наконец, когда файл закончился, то событие End вывело мне вот это в консоль. Здесь файл закончился почти сразу, поскольку он был очень маленький. Сейчас я немного модифицирую пример, сделаю вместо файл-нэйм, то есть вместо текущего файла, файл big.html, который в текущей директории находится. Запускаю. Файл big.html большой, поэтому событие Readable срабатывало многократно, и каждый раз мы получали очередной фрагмент данных в виде буфера. Давайте я выведу его длину. Запускаю. О! Эти числа – ничто иное, как длина прочитанного фрагмента файла. Потому что поток, когда открывает файл, он читает из него не весь файл полностью, конечно, а только кусок, и помещает его в свою внутреннюю переменную. И максимальный размер – это как раз 64 килобайта. Пока мы не вызовем stream.read, он дальше читать не будет. После того, как я получил эти данные, то внутренний буфер очищается, и он может еще фрагмент прочитать, и так далее, и так далее. Последний фрагмент – длина вот такая вот. На этом примере мы отлично видим важные преимущества использования потоков. Они экономят память. Каков бы большой файл ни был, все равно единовременно мы обрабатываем вот такой небольшой фрагмент. Второе, менее очевидное преимущество – это универсальность интерфейса. Здесь мы используем поток readStream из файла. Но мы можем в любой момент заменить его на вообще произвольный поток из нашего ресурса. Это не потребует изменения оставшейся части кода, потому что потоки – это в первую очередь интерфейс. То есть в теории, если наш поток реализует необходимые события и методы, в частности наследует от stream.readable, то все должно работать хорошо. Но это, конечно же, только в том случае, если мы не использовали специальных возможностей, которые есть только у файловых потоков. В частности, у потока fs.readStream есть дополнительные события. Здесь изображена схема именно для fs.readStream и новые события изображены красненьким. Вначале это открытие файла, а в конце закрытие. Обратим внимание, что если файл полностью дочитан, то возникает событие end, а затем close. А если файл не дочитан, например, из-за ошибки или при вызове в методе destroy, то end не будет, поскольку файл не закончился, но всегда гарантируется при закрытии файла событие close. И, наконец, последнее по коду, но отнюдь не последнее по важности деталь – обработка ошибок. Например, посмотрим, что будет, если файла нет. Запускаю. Упс, все упало. Обратите внимание, потоки наследуют от вендометра. Если происходит ошибка, то весь процесс на old.js падает. Это в том случае, конечно, если на эту ошибку нет обработчиков. Поэтому, если мы хотим, чтобы в случае чего no.js вообще не упал, из-за исключения, то нужно обязательно обработчик поставить. Итак, для работы с источниками данных в no.js используются потоки. Здесь мы рассмотрели общую схему, по которой они работают, и ее конкретную реализацию, а именно fs.readstream, который умеет считать из файла.